За последний год глобальная температура всей планеты увеличилась на 25 процентов. Это серьезно повлияло на окружающую среду всех регионов. Наша страна не стала исключением. Зафиксировав неоспоримый температурный рекорд этого года, специалисты НАСА делать глобальных прогнозов все же не решаются. Но одно им ясно точно, что природные условия еще не единожды удивят нас в течение полугода. Более оптимистично на жаркий рекорд смотрят заведующие кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета. Это явление действительно называется грандиозным, потому что охватывает огромную территорию, обладает большой энергетикой и оно способно поднять температуру атмосферы всего земного шара. В городе Казани у нас действительно температуры были выше нормы, начиная по сути дела с сентября месяца. Но и по всей планете. Но сейчас это явление угасает, и ему на смену обычно приходят ланиния. Это уже событие противоположного характера. Это событие приводит к понижению температуры. Поэтому нужно понаблюдать. Ученый подчеркивает, что температурный режим Земли зависит от того, как поведет себя человечество. Избежать повышения средней глобальной температуры можно только в том случае, если между странами будет достигнуто взаимопонимание относительно реализации в области экологической безопасности. Главной причиной считается влияние человека, его хозяйственные деятельности, антропогена и его работа. То есть он меняет, не только выбрасывает парниковый газ, но он все-таки меняет риг планеты, его характеристики, свои хозяйственные деятельности, так говорится. И поскольку этот процесс продолжается и будет продолжаться, то все климатические модели указывают на то, что температура к концу столетия может подняться в диапазоне примерно от полутора до четырех градусов. Это имеется в виду средней глобальной температуры. А в нашей местности может быть и значительно больше. Ученые всего мира прогнозируют повторение жаркого температурного режима еще в течение двух лет. Обычно после него наступает холодная фаза, так что вполне может оказаться так, что после температурного скачка вверх наступит похолодание. В природе и в метеорологии нет ничего постоянного, поэтому не стоит ожидать ни уклонного и резкого повышения температуры. И, скорее всего, нас будут ожидать другие, совершенно новые рекорды. Аделя Мухаммедовична, Ленар Девлетьяров, Универньюз.